Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, как быстро рисовать в фотошопе. Это не моя картинка, мне ее прислали, кто-то из моих читателей попросили рассказать, как нарисовать что-то подобное в фотошопе. И сегодня мы поговорим как раз об этом. Очень легкая техника, я думаю, подойдет для всех новичков и вообще для всех, кто рисует в фотошопе, может вы узнаете для себя что-то новенькое и интересное. Итак, приступим. Начнем с того, что открываем новый документ. File, New. Я выбрала опять маленький формат, чтобы нам было удобнее рисовать. Сразу же открываем новый слой, на котором у нас будет эскиз. Рисуем все одной кисточкой. Я выбрала кисточку, которая очень похожа на пастель. Нам этой кисточке хватит, чтобы рисовать все. Делаем поменьше размер. Вот так вот подойдет. Сначала делаем эскиз. По этому кисточку делаем немножко более прозрачной. Итак, у нас был там какой-то котенок. Рисуем котенка. Разумеется, мой котенок будет не совсем похож на того, что на картинке, но это, наверное, и к лучшему. Потом у нас там еще был какой-то задний фон. Ну пусть будет вот так вот. Там был еще лес. Тут у нас на переднем плане были кусты. Разумеется, я рисую очень быстро и без деталей. Просто для того, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Тут еще можно солнышко какое-то нарисовать. деревья. Все, в принципе, скетч готов. Разумеется, скетч можно дорабатывать столько, сколько вы хотите, но для нас сейчас это не особо актуально. Вот еще можно птичку дорисовать. Ну и все. Этого достаточно. Потом мы этот слой с эскизом делаем еще... Опасити уменьшаем, чтобы он был еще более прозрачным, чтобы он нам не особо мешал, когда мы будем раскрашивать наш шедевр. Открываем новый слой под слоем с эскизом. На этом слое мы будем красить. Тоже все работаем одной кисточкой. Для этого делаем ту же самую кисточку, не прозрачной совсем. То есть вот она у нас вот такая вот будет. Для простоты сразу закрашиваем большой кусок. Небо. Ну пусть будет серое небо. Какое-то не очень красивое небо. Сделаем ему немножечко. Красивее по цвету. Это наш задний план. Еще у нас есть передний план. Это котик и кусты на переднем плане птичка. И средний план это деревья на заднем фоне. Каждый план мы будем рисовать на отдельном слое, потому что так нам будет проще потом добавлять детали или менять цвет. Итак, давайте нарисуем котика, который на переднем плане. Котик у нас был рыжий. Я не особо придерживаюсь линии скетча, потому что это всего-навсего, чтобы дать нам приблизительное понимание о расположении. Но следовать четким линиям не обязательно. Лишь бы приблизительно было так, как надо. Тело у него пузико немножко другого цвета. Приблизительно котик готов. Берем кустики. Кустики закрашиваем. Вот так вот. Кустики на переднем. Ну еще вот этот кустик, только его надо сделать чуть посветлее. Чем ближе к нам предмет, тем он темнее, чем дальше, тем светлее. Вот переднем. А, птичку еще забыли. Ну пусть птичка будет розовая. Детали мы потом сделаем отдельно. И под передним планом у нас еще средний план. То есть открываем следующий слой между и рисуем деревья. Опять же, начинаем с тех, которые дальше. Те, которые дальше будут светлее. То есть выбираем какой-нибудь коричневый. Там у нас были какие-то деревья. Потом переходим потемнее. Это будут деревья на переднем плане. Ну как перед теми. Они будут покрупнее уже. Можно добавить какие-то листики. Вот что-то, что-то типа такого у нас начинает вырисовываться. А, и солнышко у нас еще есть. Берем какой-нибудь желтенький. И делаем солнышко. Вот. У нас в принципе уже появились очертания рисунка. Теперь добавляем текстуру. Возвращаемся на слой с нашим задним фоном. Теперь кисточку делаем более прозрачной. Уменьшаем Опасити и Флоу. Выбираем цвет неба. Что-то потемнее. Теперь, теперь уже появляется какая-то текстурочка. И закрашиваем. Просто, чтобы у нас была неравномерная заливка, было видно движение кисты. Можно даже какой-нибудь другой цвет взять и добавить. Или вот у нас есть желтенький, и мы от солнца сделаем блики. Тогда сюда добавим потенки. Сюда можно добавить посыпки. Ну вот, у нас уже появилась какая-то текстурка на небе. То же самое делаем и с травой. Во-первых, у нас тут под нашими товарищами будет тенечек. Потом можно еще добавить блики от солнца на траве. Допустим, здесь у нас будет немножко желтенького. Здесь у нас будет немножко желтенького. Ну, как-то так. Ну и все. Этого достаточно. Переходим на следующий слой. Тут у нас деревья. Деревьям тоже можно добавить какой-нибудь другой цвет. Опять же, у нас тут с этой стороны будет тенька. То есть... Ну, этого достаточно. Тут у нас еще были костики. Костики сделаем. Чуть рельефно потемнее. Ну и все. Переходим на следующий. Тут у нас котик. Вот такой вот. Добавляем. Добавляем. Такие теньки. Давайте на котике немножко задержимся. Вы знаете, для того чтобы скопировать цвет, вот чтобы появилась такая пипеточка, нажимаем шоуткат, option на маке и он копирует цвет, кисточка. Тончик хвостика посветлее и еще можно глазки немножко сделать. Ну и все. А, у нас еще птичка. Поменьше кисточку. И у нас еще были растения на переднем плане. То есть мы тоже немножко добавляем тени. Опять же, не обязательно, чтобы это все было точно и под линеечку. Это всего-навсего быстрый набросок. Просто чтобы вам понять, насколько это все на самом деле просто. И опять же, не используйте самую простую кисточку. Найдите текстурные кисточки. Они гораздо интереснее. Их полно и в фотошопе в самом. Ну, можно еще и отдельно найти. Вот эта вот кисточка. Я ее взяла из Brad Brushes. Я дам ссылочку. Теперь мы рисуем детальки. Для этого мы уменьшаем кисточку. Ту же самую кисточку. Добавляем ей веса. Ну, хорошо, сейчас я вам покажу, что я не веду. В принципе, мне теперь эскиз не нужен. Он мне только мешает. Можно его убрать. Сначала рисуем котика. Значит, слой с котиком. Все рисуем на одном слое. Глазки. Носик. Можно сделать еще кисточку поменьше. Ну, как-то так. Усики. Ну, и дальше программа вольная. Можно. Не обязательно все везде. Ну, где-то добавить какие-то детальки. Он у вас больше оживет. Вот наш котик. Там, где у нас животик можно сделать. Он усики посветлее. Вот здесь вот. Еще на усиках. И вот. Приблизительно котик уже на какого-то котика похож. Точно так же делаем с птичкой. Тут у меня была крышка. Тут у меня был хвостик. Сделаем ей ножки. Вот. Готово. Наше растение на переднем плане. И это тоже можно выбрать. Светлый. Можно наоборот. Темный цвет. Пусть мы добавляем какие-то мелкие детали. Какой-то интерес к нашим текстуркам. Все. Переходим к деревьям. Тут тоже можно с этой стороны добавить каких-то полосочек. Текстуры потемнее. Чем удобно рисовать вот так вот на трех слоях? Я обычно не делаю 25 разных слоев и не рисую каждую деталь на отдельном слое. Я рисую практически... Я разбиваю картинку на три слоя. Передний, задний и средний. И все, что касается каждого слоя, я рисую все на одном слое. Допустим, вот эти вот линии, деталь можно было рисовать на отдельном слое. Но я не вижу в этом необходимости. Вот, что нам тут осталось. У нас остался задний слой, задний фон. Опять же, можно сделать какие-то солнечные лучи. Можно сделать штриховку. Опять же, можно сделать кисточку более прозрачной, когда цвет будет понежнее. И травку. Можно добавить текстуру на травку. Что еще можно сделать? Допустим, на переднем слое можно добавить детальки, которые не закрашены. Это уже придаст определенный интерес. Вот, в принципе, и все. Картинка нарисована очень быстро. Разумеется, это такой очень неаккуратный рисунок. Но, тем не менее, я это сделала просто для того, чтобы показать, насколько все просто. Еще деталь. Допустим, задний фон. Мы не совсем... Или давайте возьмем кота. Нам не совсем нравится... Почему удобно рисовать на трех разных слоях? Нам не совсем нравится цвет кота. Мы берем Image Adjustments. Мы можем поменять цвет кота. Выбираем цвет кота. И, пожалуйста, он у нас может быть самого непредсказуемого цвета. Мы можем поменять Saturation, сделать его более насыщенным по цвету или менее насыщенным. Светлее, темнее. В общем, удобно. И меняется только код. Или нам не нравится задний план. Есть еще другой приемчик. Мы идем Image Adjustments и мы идем Color Balance. И тут добавляем, допустим, красненького в наш фон. Или наоборот Cyan или зелененького. В общем, тут можно играться до бесконечности. Но, в принципе, идея, по-моему, достаточно проста. Чтобы было интересно и полезно, давайте я вам покажу оба рисунка вместе. Вот, не совсем, конечно, такой, как здесь. Но тут использованы другие кисточки. Опять же, поиграйтесь. Кисточек миллион. Можно любую кисточку использовать. И эффект будет каждый раз разный. Но приблизительно стратегия такая. Ну, все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если что, если еще что-то нужно, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить и все рассказать.